Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий и мы продолжаем серию веб-кастов, посвященных Windows Vista. В сегодняшнем веб-касте мы разберем доступ к файлам и папкам Windows Vista. Соответственно, перед просмотром я рекомендовал бы посетить мой сайт и посмотреть веб-каст на тему создания сети Windows Vista на IP 4 версии. Соответственно, данный веб-каст как бы продолжает его. Проходить наш веб-каст будет на трех компьютерах. Это компьютеры Vista 01, Vista 02 и Vista 03. На всех на них установлены Microsoft Windows Vista Ultimate, Service Pack 2, русский, 32-разрядная конфигурация. Соответственно, структура нашей сети довольно проста. У нас есть три компьютера. Они подключены к концентратору и настроены как частная сеть. То же самое мы можем увидеть, если откроем центр управления сетями общим доступом и просмотр полной карты. Соответственно, вот как выглядит наша сеть. Наши компьютеры обладают следующими сетевыми настройками. Это Vista 01 обладает адресом 0.11, Vista 02.0.12 и Vista 03.0.13. Ну и масочка 24 бита у всех. Итак, в нашем сегодняшнем сценарии мы рассмотрим следующий момент, когда на компьютере Vista 03 у нас есть необходимость сделать файловый ресурс, который был бы доступен остальным компьютерам. Что ж, давайте приступим. Для этого мы перейдем к компьютеру Vista 03. Соответственно, самый-самый-самый-самый простой способ сделать общий доступ к файлам и папкам – это включить общий доступ к общим папкам. Вот он здесь находится. Соответственно, включить его можно, чтобы пользователи могли только открывать файлы или чтобы могли изменять и создавать файлы. Соответственно, для начала мы дадим доступ только на открытие файлов. Применить, применить. Продолжили. Что ж, есть у нас ссылочка «Показать все папки на этом компьютере, которым открыт общий доступ». При ее открытии мы видим, что у нас доступна папка «Паблик». Нужно учесть, что у нас включен также общий доступ к файлам, сетевое обнаружение и у нас частная сеть. Соответственно, если мы, например, с компьютера Vista 01 откроем сеть. Откроем Vista 03, то попадем на этот компьютер и увидим папочку «Паблик», которую можно открыть. Соответственно, что-то здесь делать, например, создать новую папку, нельзя. Нет таких разрешений. Но зато работать с тем, что здесь есть, например, скопировать это себе, это можно. Таким вот образом. Что ж, давайте теперь вернемся к компьютеру Vista 03. Это он. И изменим разрешение. Разрешим полный доступ. Изменять, создавать файлы. То есть полный доступ дадим к общим папкам. Применить, продолжить. Итак. Соответственно, в скобочках мы видим, что требуется пароль. Но так как у меня на всех компьютерах Vista 01, Vista 02, Vista 03, создан один и тот же пользователь, урлик, с одинаковым паролем, то при доступе пароль не требуется. Соответственно, сейчас мы сделали возможность изменять файлы. Например, можем это сделать вот так. Создать папку. Вот мы сделали новую папку. То есть и то же самое можем увидеть с компьютера Vista 02. Здесь откроем сеть. И увидим эту нашу новую папку. Здесь мы ее переименуем. По аналогии, чтобы попасть сюда, можно открыть центр управления сетями и общим доступом. Посмотреть полную карту. И выбрать компьютер Vista 03. Мы попадаем на него. Все довольно просто. Еще один интересный момент. Когда мы находимся под пользователем, имя которого и пароль не совпадают с тем пользователем, который существует на том компьютере, на котором есть доступ к папкам. Соответственно, для этого мы сменим пользователя. Войдем под юзер 01. И попробуем через сеть попасть на компьютер Vista 03. Соответственно, при подключении к Vista 03 нас запросят и пользователи, и пароль. Мы можем его ввести. Если мы установим галочку «Сохранить пароль», то больше никогда требовать от нас ввода пароля не будет при попытке входа на этот компьютер. Этого делать мы не будем. Ок. Соответственно, здесь есть наша папочка «Фолдер». Ее можно, например, переименовать «Фолдер 2». Где же находятся эти общие документы на самом компьютере Vista 03? Ну, понятно, что мы можем показать все папки на этом компьютере, к которым открыт общий доступ. Все довольно просто, но он точно так же дает нам доступ через сеть к Vista 03. Если же мы хотим просто посмотреть, где это находится, это диск «С», пользователи «Общие». Соответственно, вот эта папочка. Тут есть «Фолдер 2», ее мы можем, например, теперь удалить. Все довольно просто. В большинстве случаев доступ к общим папкам, я так полагаю, используется в домашних сетях. Если же у вас офис небольшого предприятия, или как по-английски «Сохо офис», в таком случае гораздо интереснее создать собственную папочку, которой дать доступ. Соответственно, общий доступ к общим папкам мы отключим, чтобы он нас больше не беспокоил. Перейдем на диск «С» и создадим свою папку. Назовем ее, к примеру, это будет «Ш1». Что можно теперь сделать? Теперь можно нажать «Общий доступ». Здесь у нас есть наш пользователь, владелец. Соответственно, права можно менять. Соответственно, если он будет читателем, он получит только чтение. Ну, владелец получает полные права, совладелец меньше и так далее. Ну, и оставим права владелец. И дадим общий доступ к этой папке. Все. Доступ к ней можно получить через «Виста 0.3.Ш1». Готово. Соответственно, перейдем на «Виста 0.2». Так как здесь пользователь совпадает, то при попытке входа получим полный доступ. можем здесь что-нибудь создать. Пожалуйста, создали текстовый документ, ну и чем-то его наполнили. Готово. Если же у нас пользователь не совпадает, если у нас пользователь user 0.1, например, то при попытке доступа в течение одной сессии у нас сохраняется, но создавать папочки мы тоже можем. Если мы выйдем из системы и снова войдем, то нас повторно попросят ввести пароль. Ну, соответственно, сохранив пароль, он сохранится навсегда. Не на одну сессию, а на все то количество сессий, которые мы будем устанавливать к этому компьютеру, если не изменится пользователь или пароль. Соответственно, мы вводим пароль пользователя, который обладает разрешениями на этом компьютере. И получаем доступ к ше-1. Соответственно, можем зайти в файл и что-то дописать. Итак, что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, информация была полезна. Если у вас возникли вопросы и пожелания, присылайте их мне на электронный адрес lebedefury.com Больше материалов можно найти у меня на сайте. Ну и все новости одной строкой, а также мои публикации и переводы вы можете найти у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com На этом все. Спасибо за внимание. И будьте здоровы.